Значит, Ратушный Петр Григорьевич, глава фермерского хозяйства «Исток», Азовский район, фермер с 1991 года, один из первых, начало моей фермерской деятельности под номером в Азовском районе, под номером 4, то есть 3 человека успело передо мной. Вот, значит, и вот с этого, с 1991 года и работаем. Значит, случай этого года, абсолютно, конечно, год не то, что нетипичный, а уж очень такой экстремальный. Значит, как сказала Людмила Андреевна Беспалова, академик, она выбрала 50 лет, отмотала 50 лет назад, такого года не было. Такого года просто, такой ситуации в сельском хозяйстве, погодных этих, аномалий таких не было, относительно заморозков. Значит, ну вот, если можно поставить вот этот, снимок поля, где темный, этот. Первый? Значит, да, не-не, вот это, да. Вот, значит, ситуация такая. Осень сухая, ноль влаги. Посев всходов нет. Надежды на небо ни к чему не привели. Дождь пошел, первые осадки только пошли, значит, в декабре месяце, один раз 12 миллиметров, второй раз тоже миллиметров 10. И на 21 декабря, 21 декабря только появились строчки, только появились сходы на этом поле. Значит, и в день рождения Сталина, 21 декабря, говорю, ну, в день рождения Сталина, значит, должны победить. Значит, ситуация какая? Ну, поскольку растения по времени недостаточно развиты, значит, понимаем, что надо вытаскивать за уши. Значит, делаем одну подкормку азотную разбрасывателем, 130 килограмм аммиачной селитры. Только сделали, через время прошло, позеленели, растение стало развиваться, шикарно видно, что начало кущения, сформирует узел кущения. 8 градусов мороза, 8 градусов мороза, бах, все стало, все стало. Значит, проходит какой-то период времени, отходит, начало отрастание, начало достаточно уже, ну, видно, что стресс прошел, развивается вторичная корневая система, отрастает листовая поверхность растений. Значит, кормим вторую подкормку, это уже прошло, наверное, после первых дней, 12-15. Кормим вторую подкормку, вот на этом поле, вот видно, там, часть, вот, видно, да, в уголке, это как раз сеялка, да, проходит. Сеялкой 200 килограмм, сеялкой 200 килограмм. И не докормили вот это вот поле, не докормили буквально, буквально, там, гектар, наверное, 15. Значит, мороз минус 12. И через три дня, видимо, такую картину. Значит, вопрос, что делать? Кормить дальше, не кормить? Как принять решение? Значит, этот, советовались у меня сын, тоже агроном молодой. Думали, редили, со многими советовались, как раз период такой, или случай такой, что советую себя со всеми, как говорится, и с пионерами, и с пенсионерами. Со всеми, что же, как же правильно предпринять в ситуации такой. Ну, решили это, в конце концов, говорю, Гриша, мы кормим, по большому счету, не растения, а кормим почву, значит, а там в интернете висели дождики, обещались, там, хоть небольшие висели дождики. Говорю, давай уже откормим, а тут дождик, а питание уже как бы есть. Ну, и я понял, что тут мы и не ошиблись. Мы докормили, я говорю, все, уезжаем и 10 дней сюда не проезжаем. Вырезал два рядочка из этого, и поставил у себя дома, поливаю, поливаю, как монолитики, поливаю. Значит, с неделю сидят мертвые, потом начался слабенький листик появляться, начинает отрастать, начинает отрастать. Но тут же поливаю, поле-то никто не поливает, и дождя нет. То, что обещался, тоже не состоялся дождь. Вот. А когда ж вот такое случилось, тоже фотографии и вопросы, что ж мне делать в разные инстанции. Значит, разные были рекомендации. Кто сочувствовал, кто молитву прислал, кто, значит, говорит, готовься пересей, да, поэт, ну, короче говоря, этот. Александру Генричу звоню, он пишет или говорит, Петя, работать пока сейчас работать не почем. Ну, действительно, не почем. Листового аппарата нет вообще, фон вот такой соломистый, и запах – это просто вот растение недосушенного сена. Вот откопаешь и тряхнешь почву эту недосушенного сена. Вот такое состояние с растением. А начинаешь вскрывать узел кущения, корневая система жива, узел кущения светлый, живой. Ну, время еще есть, говорим, Гриша, давай мы, время еще есть, если пересеять, то время еще есть, пускай давай посмотрим. На этих отростках, этих вырубленных рядочках начало отрастание, и начало отрастание на поле. Начало отрастание, и появляется по одному листику изнутри, как бы из центрального стебля, ну, не побега, не побег появляется, а один листик буквально. Ну, начал, и так фон чуть-чуть зазеленел. Александр Генрихович, что? Говорит, давай вытаскивать, давай вытаскивать. И порекомендовал мне вот это стимикс препарат, стимикс плюс фитостим, фитостим плюс 30. Значит, и, значит, один литр стимикса, пол-литра фитостима, и маленькими дозами, здесь я 6-7 килограмм на гектар, карбамина. Отработали, пошел прирост, отработали, пошел прирост, и прям такие, это, дождя нет, дождя нет. Пошел, пошел прирост, зафонило, зелененьким зафонило, дней через 10 еще одну обработку, а температуры ночью низкие, температуры ночью низкие. Еще один, еще один, еще одна обработка после, в период, ну, дней 10-15, наверное, прошло. И этот, отрабатываем, и пошел, пошел, пошел прирост, вот тот, вот так, усистость, которая показана на том слайде. Значит, во-первых, что получилось в редке? Значит, если здесь было 4 миллиона с лишним растений, то после мороза, значит, процентов 25 погибло. Значит, естественно, погибли самые слабые, а вот те, которые боролись, растения, которые боролись за жизнь, и с нашей помощью, они стали уже, как бы, отрастать. И когда открываешь растения, на узел кущения, на одном растении, одновременно, сразу закладывается два этих, два побега вторичного, второго порядка. Ну и, думаю, закладываются, то закладываются они. А вытянуть их как? Хватит ли мощности растений, потому что ассимиляционная площадь-то какая? Никакая. Вот. И отработали второй раз. Вот тут вот. Отработали второй раз. Пошли, пошли. Установились температуры. Перешла температура среднесуточная, а выше 15. Значит, мы отработали по рекомендации этот, а перед этим, когда еще зеленые были, мы их откопали, послали на фитоэкспертизу в Институт фитопатологии. Вот. Тоже посоветую Александра Генриховича. Значит, вот туда пришел этот ответ, фитоэкспертиза с указанием патогенов и с рекомендацией по применению. Значит, надо было отработать по корневым гнилям карбиндозим, содержащими препаратами. Значит, мы отработали согласно точно выполненной, это предоставленной инструкции. Значит, это с расходом рабочего раствора не меньше 300 литров и с одним литром препарата. То есть, 500 грамм карбиндозима на гектар, чтобы легло. Это по рекомендации Бунгуткова Николая Ивановича. И увидел преобразование растений. Причем это просто на глазах. Значит, стала развиваться интенсивно, быстро развиваться вторичная корневая система. И растения пошли, пошли, пошли в рост. Соседи там, которые едут, ну, ребята же разные, а селяне, они же такие, сам едут, на дорогу не смотрят, а смотрят по полям. Говорят, сперва же говорили, додор Иванович, ты ее селитрой спалив. Ты ее спалив селитрой. Потом говорят, что ты делаешь, что ты ей делаешь. Проеду, она такая, в следующий раз проеду, она такая. Быстро, наглядно стала отрастать. Ну, и вот, там на слайде видно, какое нарастание. То есть, практически восстановилось. Восстановилось растение. Завязала, заложила хороший колос, вынесла хороший колос, хороший флаговый лист. Значит, хорошая отрощена, хорошая соломина. Но, этот, соломина, но разные. Вот, там, где выжил центральный побег, там выскочили первые. Те, которые шли снизу, те выскочили. Но, все равно, вот эти снизу, которые пришли второго порядка, они все равно были с колосочками и достаточно приличными. Ну, процентов 20 от центрального меньше. Если там насчитывалось, вот, это сорт Ваня. Если в сорте Ваня на центральном колосе насчитывалось 52, 54, 60 зерновок, то на этих насчитывалось 38, 40. Это хорошо. Вот. И, естественно, мы воспрянули духом, конечно. Вот. И, просто, как бы, я говорил, что чудеса. Как бы, вот, если кто-то так сказал, что можно было усомниться в этом. Но, когда прошло это все на моей шкуре. Значит, а почему? А вокруг несколько другая ситуация была. Во-первых, вот это наше поле, вот эти наши там, просто плата такая, она с большим понижением. Вот, относительно, если ехать, Староминская дорога, вот, Азовская, а потом приезжать к вот этим земельным угодиям, где расположено это поле, там перепад вниз приличный, там метров 20 верняковых. То есть, это понижение. А потом вот это вот направление, это вот южное, вот мы смотрим, это южное направление. А за спиной у меня север, вот как и порядка, север. И вот, если посмотреть на север, откуда шел мороз, то практически до самого моря, это километров 15, ни одной защитной полосы. Все вот это открыто. И как раз вот этот холод, вот этот поток этого мороза, как раз он полностью, ничем не задержанный. Просто на вот этого несчастного Ваню, сорт Ваня. Вот. Потом назвал сын его Ваня Примороженный. Ну, Ваня Примороженный отморозился, развился. Все, и был очень, очень, этот, красивый. Ну, а еще же помогли, вот что я упустил, что в мае, в мае пошел дождик. Майские дождики, естественно, ситуацию гораздо улучшили. Значит, один раз 12 миллиметров, второй раз там 10 миллиметров. Ну, то есть, майского, суммарно майские 52 миллиметра. Это очень, очень хороший этот. И я считал, что этого даже достаточно будет до конца, до налива, чтобы, ну, до закладки формирования урожая. Но, потому что дефицит почвенной влаги страшный был, эти 52 миллиметра, они просто провалились. Ну, естественно, и использованы были растениям. И этих не хватило. Этой влаги не хватило, и больше нет. И нет до сих пор. Нет до сих пор, ни капли не упало. И, естественно, в период налива, значит, вот эта вот страшная почвенная засуха, и какой-то страшно палящей вот солнечной радиации, просто какая-то невероятная, значит, практически в период налива растение остановилось в росте и в развитии, и налив, достаточный налив не произошел. По подсчетам, когда отсвелось, когда цветение закончилось, считаю, вот прогнозирую урожай, считаю, значит, в нескольких раз, считаешь, там, значит, по растениям, по количеству колосков, по количеству зерен в колоске, значит, получается 57, 59, 60, 62 насчитываю. Вот такая, причем это, считаю, даже не посередине, по минимальному значению. По минимальному значению. То есть это, ну, в пределах за 50, там потенциальный урожай был. Значит, в связи с вот этой катастрофой солнечной и отсутствием влаги, в результате получили, ну, по кругу 33, 32, вот, ну, по скромному, 32 центера где-то получили, причем оно же засохло в этом, по сути, в молочной спелости, даже восковая еще, не везде была. И натура 700, 695, хотя протеин 19, 17, клейковина 26, 32, а натуры нет. А натуры нет. Вот такая вот ситуация. Что хочется сказать в целом по препаратам. Есть, поскольку мы уже, как бы, разговор об этом. Значит, я Александр Генрих сейчас знаю уже, дай бог, ну, лет 10, наверное, точно. Вот. И мы когда познакомились, и он порекомендовал, я начал применять эти препараты, но, честно говоря, неполную линейку я их применял. Значит, применял больше препараты для разложения биологических остатков по стране. Это препараты Нива. И видел, и видел, применяя их, я видел, что эффект заметный. Эффект виден в плане каком? Преображается почва. Почва становится совершенно другой. Ее структура другая становится. Значит, один раз там мы, наличие червей дождевых в почве, ну, в зависимости тоже от влажности от года. Значит, и структура, структурование другой. Даже один год весной мы этим, так же смотришь, там, перед посевом или по посевам уже ходишь, вырываешь там сорняки или вырываешь культурное растение, смотришь на корневую систему, как она контактирует с почвенной, как вторичная корневая система, ну, прилипшая. Ну, специалисты, кто этим сталкивается, не знают. Смотришь, и сын говорит, говорит, батя, смотри, почва как в цветочном горшке. Как в цветочном горшке, вот такая, это вот было. Вот, поэтому я считаю, что это препараты биологически достойны, это внимание, абсолютно достойное внимание, но применять их надо тоже очень, будем говорить, правильно. И само механизм применения, чтобы обеспечивало жизнедеятельность этих же бактерий. Конечно, если отработать биопрепаратом под таким солнцем, которое все попалило, оно спалит и микробную эту, с уоцепом этот микробный. А если ее применять, как бы, чтобы обеспечить им деятельность, жизнь, сохранить, то это, а это, значит, чтобы было наличие влаги, что это наличие, отсутствие ультрафиолета, то есть это лучше ночью. Кстати, и по этим препаратам все работали только ночью. Вот, в период вот этого, работали только ночью. Вот такая, вот такой случай, вот такая, произошла ситуация. Я постараюсь прокомментировать, что было у Петра Григорьевича, что, как бы он имел в виду, но не сказал. Вы знаете, мы несколько лет назад, ну, года 4, наверное, столкнулись с тем, что анализ болезни растений, вот, представляете, вот у нас вроде бы растения мертвые, нам надо их восстановить. Но, вот, я абсолютно был уверен, что у Петра Григорьевича корневая система жива. Почему? Потому что осенью мы отправляли на анализы в Институт фитопатологии семена. И особенность года, который должен был быть, как нам сказали, наличие инфекции, новый вид фузариев, фузари Манилеформ, который в прошлом году на тех семенах, которые сеялись по всему Ростовской, по всей Ростовской области, вообще по югу России, он зашкаливал. Там был с восклицательным знаком, что наличие инфекции аж 37% было, когда там, допустимо, ну, 5, ну, 6. Что такое новый фузари? Я могу открыть, вот, показать анализ? У меня анализы с собой. То есть, что на этом анализе? Чем интересен анализ Института фитопатологии? То есть, у нас есть лаборатории, которые претендуют на то, что они делают хорошие анализы, их очень много. Институт фитопатологии делает несколько видов. Вот, например, фузари Манилеформ и фузари Максиспорум. Еще другие виды фузариев, то есть, если будет 3 вида фузариев, значит, они будут отмечать 3 вида. Если будет 4 вида, значит, будет 4. Если будет 7 видов, они напишут 7. Для чего это важно? Оказывается, что новые фузари, которые начинают паразитировать на наших растениях, которые появляются каждый год, ну, может быть, не каждый год, а там с периодичностью 5-7 лет, предшествующие фунгициды, протравители, которые создавались вот для тех болячек, для тех инфекций, которые есть, на новые фузари они не действуют. И вот несколько лет назад, ну, видели в Краснодарском крае, это примерно в 2013 году, в Ростовской области, по-моему, 2014-2015 год, вот этот фузари, фузари Манилеформ, вот он здесь отмечен, он, перейдя с кукурузы на пшеницу, то есть это чисто кукурузный фузарий, стал паразитировать на зерновых колоссовых, на пшенице, на ячмене, на зимом, на яровом, и он распространился сейчас по всей России. Что можно с ним делать? Ну, конечно, как любой грипп, он чего-то боится. И есть фунгициды новые, которые на него действуют, фунгициды старые, которые на него действуют, а есть большое количество фунгицидов, которые абсолютно для него, ну, как щекотка. То есть фузари Максиспором эти фунгициды будут убивать, а фузари Манилеформ будут чувствовать себя еще лучше. И если говорить о том, что можно использовать, то рекомендуется сейчас 2-3 действующих вещества. Это из старых действующих веществ, то есть вообще старых. Это фундазол и карбендазим, это бензамидазолы. Вот как ни странно, они старые-старые, но не действуют. А из новых действуют препараты фирмы Байер. У них есть такое действующее, что протиоконазол. Оно есть в препаратах Ламодор, Ламодор Про, Баритон, Сценни Комби. И в каких-то листовых препаратах, вот, Солегор, например, или, например, Инпут, там тоже это действующее вещество есть. И есть японский препарат фирмы Сумимото, действующее вещество теофанатметил, который можно добавлять или пользоваться отдельно, причем при работе и по листу, и по обработке семян. Но он дорогой, этот компонент. Топсинем называется, да? А действующее вещество теофанатметил. На самом деле очень мало. Например, если бы эти семена были отправлены в какую-то лабораторию, другую, что бы они написали? Они написали, вот у вас фузариум СПП. СПП – это значит различные виды фузариев. Что нужно делать? Они пишут, возьмите справочник пестицидов и агрохимикатов, найдите, что там в справочнике есть и пользуйтесь. У нас на фузаре много препаратов зарегистрированных. Но вот этот парадокс, что на новой фузари старые препараты не действуют. Вы можете там применять, ну, там коммерческие названия доспех, или там Максимы, или эти дивиденды, или там еще что-то. Но вот они возьмут все, что угодно, только кроме вот этого основного патогена. И поэтому суть была в том, что дали умный совет. Что, ребята, вот это можно использовать, а вот это нельзя. Внешне это выглядело в рекомендациях института примерно вот так вот. То есть вот такая пшеница. В сопроводительном письме был Максим Форте. Что у нас на семенах находится, что у нас находится потенциально в поле. И, например, из-за очень высокой инфекции они предлагали вот этот Апсинем. Очень хороший препарат. Единственный недостаток у него – он дорогой. А так он хороший. Мы под эти схемы придумали интересное технологическое решение. Мы стали уговаривать уменьшать норму высева. Потому что, когда мы привыкли сеять одну тонну на 4 гектара, обрабатывая дорогым препаратом, у нас из кармана денег уходило больше. И был вопрос, можно ли что-то сделать в этом случае. И мы нашли выход. Мы взяли опыт Института биорганической химии в Киеве. Мы у них заказываем препарат. Он приходит официально, то есть с разрешением минсельхоза. Который позволяет уменьшать норму высева и усиливает кущение. То есть он вытаскивает количество растений на квадратный метр. То есть мы сеем меньше, а получаем такое же количество растений. Цена там чуть больше 100 рублей на тонну семян. То есть это где-то там, ну я не знаю, ну пусть 30 рублей на гектар получается. Если при большом норме высева. То мы можем многотысячный препарат дорогой вложить на семена. Какой-нибудь очень дорогой инсектицид. Инсектициды же дороже, чем фунгициды. Но за счет уменьшения нормы высева, за счет использования этого агростимулина, мы уменьшаем нормы высева. Этот препарат был придуман, точнее за него была получена, по-моему, сталинская премия 1946 года. Совершенно случайно он попал на поля. То есть его делали, когда был план преобразования природы. Когда сажали вот эти вот лесополосы. Оказалось, в степи плохо приживаются деревья. И в Тимирязевской академии Фаня Григорьевна Гельцар и был там у нее ассистент Николай, выделив из резосферы женьшения микробы, грибы, и искусственно начав их размножать, получили питательную среду, которую там консервировали. И потом они делали глиняную болтушку, то есть саженцы макали и высаживали. И саженцы приживались на 100%. И мы сейчас взяли вот эту идею, которая вроде бы совершенно в другой области знаний лежит. И мы положили ее на обработку семен. А еще мы положили агростимулин на обработку растений. И выяснилось, есть такая фаза развития растений, когда закладывается количество зерен в колоске. Я могу показать этот фильм и покажу вам этот фильм. Количество зерен в колоске. И где мы получали колос весом более 2 граммов. То есть мы привыкли считать, что у нас один колос – это 1 грамм. И 400 растений на гектар. Петр Григорьевич говорил, что он рассчитывал не меньше 40 получить. Но у него на самом деле по количеству зерен было на все 50-60 центнеров. Что ему дал вот этот протравитель? Протравитель смог сохранить растения. И второе, когда анализ весной сделали, оказывается такой уровень фона вот этих патогенных грибов фузариума и нелиформ, что необходимость была еще раз карбендозим обработать. И когда он обработал карбендозимом, у него фазу, уже когда давным-давно кущение закончилось, началось отрастание, и у него выросло еще до двух стеблей дополнительных с узла кущения. И в литературе этого нигде нет, что растения на такой фазе могут куститься. Они прокустились и сформировали нормальный колос. Может быть, чуть-чуть поменьше, чем главный, но все равно нормальный, который дал хорошее количество зерна. Там, почему у него все-таки 60-70 не получилось, там причина была, с моей точки зрения, немножко в другом. Вот как раз мы идем к Докучаеву, который говорил, что нужно восстанавливать почву. Был такой великий агроном и почвовед Косточев, который говорил, что самая главная структура почвы. Если мы имеем нормальную структуру чернозема, и вода у нас падает до глубины метра, она концентрируется, мы можем получать стабильный урожай в любые климатические условия, даже в сильную засуху. У Петра Григорьевича это на начальном этапе внедрения этой технологии. Он применяет микробные препараты для разложения почвных остатков, которые начали разрыхлять почву. Но там еще этот момент до конца не пройден. И там была ошибка. Можно сказать, нет. Петр Григорьевич посеял пшеницу по пшенице. Пшеницу по пшенице. На этом поле. А там пшеница на втором поле подсобочной. Да. А пожневные остатки он на тот момент не обработал. Поэтому там как бы вот такой маленький моментик. И я думаю, что вот все-таки это фузариума, не реформа, он себя показал. Но мы его видели на огромных площадях. И даже была бы эта засуха, не была бы, были бы эти экстремальные условия или не были, мы предполагали снижение урожайности. Причем по этому грибу еще там одно-два слова, которые нужно сказать. Внешних проявлений никаких его нет. То есть мы привыкли, когда мы берем, вырываем корень, когда там раньше был гельматоспириоз, другие виды фузарев, у нас черный корень такой, мы видим растение больное. Сейчас такие болячки непонятные. Внешних признаков этих болячек нет. Вот. И самое главное, что в любом случае мы же сеем семена, пусть мы химию обрабатываем, мы видим, сколько там инфекций сидит. Она же никуда не девается. Вот она, 26% все. Нужно думать, что нам делать. Все равно, какие бы там протравители гениальные не были, у нас растения ослабленные. Изначально. То есть на семени сидит инфекция, и мы видим проблему. Ну вот видите восклицательные знаки, вот сколько есть. Он же сидит, он же внутри сидит. Вот это внутренняя инфекция, это наружная инфекция. И тогда мы работаем с институтом уже несколько лет. И то, что мы делали, кроме химического препарата, нужно использовать стимулятор какой-то, про который я говорил, агростимулин. И бактериальный препарат. Из бактериальных препаратов, что мы сейчас советуем использовать. В 2012 году нам удалось создать препарат для зерновых культур, который занимается фиксацией азота. То есть оказывается, что не только на горохе, не только на сои, на всех культурах есть специальные, специфические микробы, которые усваивают азот. Мы создали вначале препарат фитостим АБ. Сейчас там 7 штаммов азотобактер хроакокку. И потом мы создали препарат с азоспериломами. То есть тоже на зерновых культурах живут микробы. И потом можно их смешивать вместе использовать. Что они дают? Оказалось, что если они есть на корнях, сколько бы вы селитры не сыпали на землю, бывают такие фазы, когда не хватает азота. Вот бывают такие фазы, особенно когда наливается колос, нижние колоски могут быть неполные. Потому что вот видите, селитра она такая, она как это у нас Винни-По говорил, мед. Вот он сейчас есть, а вот сейчас его уже нет. То есть мы ее внесли, не пожалели деньги, 3 центнера, она взяла и исчезла. Ну такая особенность азотных удобрений, что их нужно сразу. Ну растение обладает способностью все можно схватить, в себе спрятать до лучших времен, а потом оно постепенно переварит. Почему? Когда мы этот метод используем, то мы получаем нитраты в овощах. Овощи тоже могут азот хватать и прятать в себе. А когда вот этот свободный азот появляется, плохо. А когда сидят микробы на корнях, они даже когда совсем-совсем плохо, там засуха, все-все-все, они все равно дают маленькими дозами азот. И растения чувствуют себя нормально. Иногда очень интересные вещи. Я вот был два дня назад в Татарстане. У нас хозяйство Тойма, хозяйство замминистра сельского хозяйства Республики Татарстан. И ребята показывают, вот яровая пшеница. Тут предшественник у нас белая горчица, а тут предшественник у нас ячмень. И слушай, говорит, а почему яровая пшеница по ячменю лучше? Вот я ходил, 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 ходил. Ну не знаю, но я стал считать вот эти пропущенные снизу вот эти колоски. Понимаете, вот неразвившиеся. Я смотрю там, где ячмень, у меня все полное. Я говорю, ребята, ну вы же ячмень обрабатывали азотофиксаторами. Они говорят, обрабатывали. Я говорю, понимаете, такой момент, что как после гороха азотофиксаторы, так при обработке пшеницы они обладают способностью приживаться в почве. То есть они в почве прижились, яровую пшеницу посеяли, и у нас получилось очень неплохо. У нас получилось пшеница по ячменю больше урожая, чем пшеница по предшественнику, по занятому пару. Вот такие маленькие парадоксы, которые мы сами иногда наталкиваемся. Но всегда знайте, что если вы не пожалеете, там получается где-то рублей 40 на гектар азотофиксаторов, ну на тонну семян, это сколько там, 238 рублей, вы всегда получите ну очень большую подстраховку. Из бактериальных препаратов мы что новое придумали в прошлом году? Мы нашли препарат, который можно мешать с азотофиксаторами, который стимулирует рост корней в длину. Мы так его и назвали, длинные корни. Ну тоже рублей 40. То есть, и у нас получилась общая идея, что если мы протравливаем семена и хотим хорошо подстраховаться, мы должны взять, первое, правильный фунгицид. И если вы принесете нашим ребятам биоцентр ДОН образцы, они пошлют в институт, от 12 до 14 дней будет ответ института, пришлют эти таблицы, на которые можно добавить микробы. Вот мы советуем азотофиксаторы, потом удлинители корней. Еще у нас есть там бацилюсубсилус, бацилюсмегатериум. Вот этот стимулятор кущения. И можно сделать композицию аж 8 разных компонентов протравливания. Но когда мы начинаем пересчитывать на гектар, у нас получается аж по 8 рублей иногда бывает. То есть компонент есть, там все зависит просто от терпения ребят, которые протравливают семена. У меня есть фильм, который мы снимали в Башкирии, еще, по-моему, в 2014 году. Очень хороший, он висит у нас в интернете. Я вам дам, вы его выставите, где очень четко, последовательно используется вот эта вот концепция протравления семян. Еще очень интересный момент, который я хотел сказать. Нас научили, на семена ложить фосфорное удобрение. Обычно мы кладем фосфорное удобрение в рядок, но мы последние годы видим очень сильную осеннюю засуху, нет влаги, и получается, что положенные удобрения, они в нужный момент не работают. Что дают нам фосфорное удобрение в рядок? Что дают фосфорное удобрение не в рядок, а на семена? Оказывается, на самом начальном фазе развития зерновых культур происходит закладывание длины колоса. Вы потом можете этим фосфором засыпать или залить, или дожди пойдут, этот фосфор наконец дойдет до корней, но растения уже будут в другой фазе, уже формирования длины колоса не будет. Меня научили этому в Институте физиологии и генетики в Киеве, а те взяли опыт английский. У них есть знаменитый клуб 100 на Украине, но видите же, мы не все время там в конфликте были, до 2014 года были какие-то нормальные отношения, и мы проводили даже семинары, мы привозили специалистов оттуда, которые это рассказывали, сами ездили, докладывались, то есть шел обмен опытом. И вот из маленьких фрагментов, которые мы набрали, мы создали систему, да, там действительно есть какой-то стимикс, стимикс семя, но у нас еще есть компоненты, которые нас очень сильно подстрахуют, которые могут вытащить нам большой урожай.